Есть христианские праздники, о которых знают буквально все и могут в двух словах описать, что же собственно отмечают верующие в этот день. Рождество – Христос родился, Пасха – Христос воскрес. А что такое Сретение Господне? Что вообще означает это непривычно современному человеку слово Сретение? В новом выпуске проекта «Беседа о Духовном» вы узнаете ответы на эти и другие вопросы. 15 февраля – один из 12 главных праздников Православной Церкви – Сретение Господне. В этот день, сороковой день по Рождестве Христовом, Пресвятая Богородица, следуя Ветхозаветному закону, принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Что означает слово Сретение? Слово Сретение – это слово церковно-соянского языка, и оно означает в переводе на русский язык слово «встреча». Почему именно Сретение, а не встреча? Мы с вами знаем, что когда расстаются близкие люди на долгий период, их обуревает некая тоска, они начинают скучать друг по другу, и потом, когда они уже вновь воссоединяются, встречаются, их обуревают некие положительные эмоции, да, и люди радуются друг другу, радуются тому, что они снова могут быть вместе. Слово Сретение несет еще несколько в себе духовный такой смысл, смысл благоговения, почтения. И если, в принципе, встреча между людьми происходит как встреча между равными, то здесь как раз-таки происходит нечто более возвышенное, потому что меньше встречает большего, меньше просит благословения у большего. То есть человек встречает своего Бога. В этом духовный смысл слова «сретение». И через вот это «сретение» человек приносит Богу почтение, благоговение и благодарность за возможность встретиться со своим Творцом. Как произошло «сретение Господне»? Надо понимать, с кем, собственно, встретился Господь и в обличии кого Господь встречается и с кем Он встречается. Мы знаем по Моисееву закону, что после 40 дней, после рождения первенца, первенца, мать должна была явиться в храм Божий и принести жертву за очищение. С того момента священник признает ее уже очищенной, неоскверненной, и ее жизнь продолжается в общине. То есть она может посещать синагогу, она может посещать храм Божий. Если первенец был мальчиком, если же первенец – это девочка, то женщине давалось период очищения 80 дней. Тогда она после 80-го дня приходила и принимала от священника свидетельство о том, что она очищена от скверно-телесной. Божия Матерь родила первенца, которую мы все знаем под именем Иисуса Христа. И по закону, так как она была послушной иудейкой, она также этого первенца приносит в храм Божий. Для чего она это делает? Почему она приносит младенца в храм Божий? Для того, чтобы посвятить ребенка на служение Богу. Это делалось еще и воспоминанием того, что когда еврейский народ выходил из Египта в землю обетованную под предводительством Моисея, пророка, то последняя казнь Божия это была, когда ангел Господень умертвил всех первенцев в египетской земле. При этом первенцы еврейского народа, они были оставлены в живых. И вот воспоминания этого события евреи приносили своих первенцев на служение Богу. Потом уже впоследствии, когда появился Скиния Завета, такой передвижной храм, в котором евреи молились Богу, было отведено целое колено для служения Богу. Какое колено? Это потомки Левия. Левия – это один из 12 сыновей Иакова. Его сыновья, его потомство уже непосредственно служило Богу. А вот эти первенцы, которые должны были приносить евреи на служение Богу, они выкупались. То есть платилась регулируемая сумма в храме Божьем, и как бы младенец выкупался родителями у храма Божия. Вот то же самое и делает, как законопослушная еврейка, Божия Матерь. Она приносит своего сына в церковь для служения Богу. В этом храме, в этот день, находился такой, пришел в этот храм старец Симеон. Кто такой был Симеон? Симеон – это был очень образованный человек. Как говорят, предание церковное ему было около 300 лет. Он был одним из 70 переводчиков, который переводил книги Священного Писания, пятикнижья, с еврейского языка на греческий. И вот, когда он переводил пророка Исаию, у него встретились такие слова в Священном Писании. «Се дело примет и родит сына». И он, конечно, усомнился в этом, как может дева родить сына. И хотел слово «дева» изменить на слово «жена». Жена примет и родит сына. Но тогда ангел Господний остановил его руку и сказал, что ты не умрешь до того времени, как сам не будешь свидетелем этого события. И вот, когда он принимает от Божьей Матери на свои руки младенца Иисуса, тогда он говорит знаменитое пророчество, которое сегодня за каждым богослужением произносится. «Ныне отпущаешь и рабат в Его, Владыка, по глаголу Тому с миром, якавидисто очи Мои спасение Твое, ежесю готов при лице всех людей, среду откровения языком и славу людей Твоих, Израиля». Что это значит? Когда он принимает на руки младенца Иисуса Христа, он обращается к Богу и говорит, что пророчество исполнилось. «Я увидел ребенка, рожденного от Девы, и теперь, Господи, Ты меня отпускаешь с миром, и теперь миру воссиял свет истины». То есть Иисус Христос. Вот в лице Симеона, в лице Симеона все человечество встретилось, это первая встреча всего человечества в лице старца Симеона с Господом Богом. Хорошо, тогда надо задать вопрос следующий. А когда же произошла разлука, если в этот день произошла встреча человека с Богом? А разлука произошла, когда сам Бог и знал Адама и Еву из рая за грехопадение. И вот тогда произошла разлука, а в этот день произошла встреча. Поэтому этот день тоже у нас в церкви особый день, особый праздник. Смысл праздника Сретения? Смысл праздника Сретения в том, что Бог встречается с человеком. Ну и также смысл еще и в том, что сам человек встречается с Богом. В этот день каждый христианин он должен вспомнить тот день и то событие, когда произошла его личная встреча с Богом. Мы знаем, что путь каждого из нас в храм, он особенный. И вера человека, вот эта встреча человека с Богом, она всегда таинственна. Это всегда подвиг самого человека. Откликнуться на призыв Божий. То есть встретить, увидеть в своей жизни Бога. И естественно, что от этой встречи порой меняется вся жизнь человека. Поэтому духовный смысл еще и в том, чтобы в этот день вспомнить вот это личное событие, личное Сретение, свое Сретение с Господом Богом. Как праздновать Сретение? Сретение как один из двенадцати великих праздников следует отмечать христианину в храме Божьем праздновать. Положено богослужение, праздничное богослужение накануне праздника. Это всеночное бдение. И сам праздник это божественная литургия. Христианин готовит себя к этому празднику. вот конечно хорошо если сам человек вновь и вновь откроет книги Священного Писания вот почитает про это событие да может он открыть книги Ветхого Завета почитать как это происходило у евреев как приносили младенцев почему приносили младенцев для чего приносили младенцев мы вкратце об этом уже сказали вот то есть подготовить себя духовно ко встрече с Богом в храме Божьем ну и конечно же самая главная наша встреча с Богом которая ежедневно происходит на Божественной Литургии это когда мы принимаем младенца тело и кровь Иисуса Христа вкушая их да и вот конечно к этому надо подготовиться человеку человек придя в этот день в храм Божий обязательно должен помолиться на Божественной Литургии и причаститься к святых Христовых Таинств тела и крови Господних это самое важное вот ну и потом конечно весь день человек должен постараться провести святости а вот чего точно нельзя делать в этот день как раз таки то что нарушает церковную этику то что нарушает церковные правила да то что нарушает Божественное восстановление то есть надо постараться в этот день не оскорблять своим поведением не оскорблять своими словами мыслями Божество не оскорблять Бога и не оскорблять величие праздника в этот в этот день как правило какие-то праздные дела наши какие-то дела насущные да мы стараемся делать так чтобы в этот день их не не исполнять да вот если у нас есть такая возможность к сожалению конечно у нас мы все работаем да люди работают в этом году попадает нам будничный день праздник Сретения но желательно если есть такая возможность обязательно в этот день сходить на богослужение помолиться Богу поисповедоваться и причаститься к святых христовых таинств к Сретенским свечам православной церкви относились по-особенному не магически а благоговейно их специально освещали затем поджигали вносили в дом что означает Сретенская свеча ее назначение и применение в этот день положен особый чин особое последование освещение церковных свечей и вот этот чин его совершают один раз в год можно провести такой параллель с освещенной водой мы знаем что есть мало освещения воды обычно на молебнах в воскресный день священники освещают воду но при этом есть и великий чин святой воды который происходит только на праздник крещения Господня вот что-то подобное происходит и со свечами есть молитва на освещение церковных свеч которые освещают для того чтобы человек придя в храм мог зажечь свечу помолиться перед иконой но есть также и последование особый чин освещения свечей в праздник святения Господня сама свеча она символизирует собой свет она символизирует собой и огонь веры того человека который эту свечу зажигает перед образом перед иконой для того чтобы вонести свои молитвы к Богу сама свеча еще символизирует собой вот тот воск пчелиный да это сладость общения с Богом мягкость воска это вот наша способность свою волю свою волю предавать воле божественной соглашаться с волей божественной чтобы Бог мог участвовать и в нашей в нашей жизни и действительно в этот день освещая свечи так называемые сретенские свечи потом как правило люди их приносят домой вот и зажигают по каким-то особым случаем в течение года вот своей жизни для того чтобы помолиться Богу сретенскую свечу бережно хранили в доме на случай защиты когда требовалась помощь или нужно было благословить на брак в дорогу хозяева звали священника а батюшка читал молитвы зажигал свечу пользоваться священным огнем нужно было только при решении очень важных дел бывает так что у человека какое-то надо принять серьезное решение в жизни вот и как правило он зажигает вот эту сретенскую свечу вот и молится Богу для того чтобы узнать волю Божию как правильно ему поступить в том или ином случае а как он узнает волю Божию как узнать волю Божию есть один из таких признаков вот человек собирается ну допустим возьмем такое что-нибудь мирское обыденное удачно продать квартиру вот вот есть воля Божия или нет воли продавать квартиру ему или не продавать квартиру ему да вот он зажигает дома сретенскую свечу становится на молитву читает например там Акафи святителя Николая чудотворца молится просит его молитв и просит чтобы Господь явил ему волю вот и дальше он смотрит и вот если дело например с продажей идет очень туго и никак вообще не идет никак она не продается то возможно это воля Божия на то чтобы человек не продавал квартиру да вот или в другом случае не успел он помолиться как ему на следующий день уже звонят его квартиру да то есть его дело прошло благополучно да вот так в обыденной жизни волю Божию можно узнать то есть есть воля Божия нам это делать или нету воли Божией как правило если этой воли Божией нету то идут какие-то препятствия такие серьезные препятствия когда человек видит что видимо нет воли Божией а какую надо молитву читать для того чтобы вот какую молитву лучше сердечные молитвы наверное никакой молитвы нет то есть это то что человек хочет сказать Богу от сердца да у нас есть домашние правила которые мы читаем утренние правила, вечерние правила. Это наша обязанность. Мы утром становимся на молитву, вечером перед сном становимся на молитву. Но есть у нас такие вот события в жизни, когда нам надо помолиться о Слово Богу, или вот нас попросили помолиться о здравии человека. Мы становимся на молитву Богу. И мы можем просить словами, своими словами, тем, что у нас лежит на сердце. Люди, которые ходят в церковь на этот праздник, они, как правило, покупают эту свечу, приносят ее домой. Что делать, если не возникало необходимости целый год зажигать? И вот скоро будет новый праздник. Что делать с прошлогодней свечой? И нужно ли покупать новую? Свеча – это наша жертва. Наша жертва Богу. То есть я что-то даю свое, и взамен ничего не получаю. И когда я бескорыстно что-то делаю, приношу какую-то милостыню, то есть что-то от себя отрываю и даю это Богу, да, приношу это в жертву. Это моя... Вот свеча – это есть такая вот наша малая жертва. И мы берем для того, чтобы не просто, чтобы у нас была свеча, да, мы должны себе давать отчет в том, что это не оберег никакой, что сама свеча не может никак сберечь от человека, например, чего-то дурного и плохого, да, если человек думает, что для этого свеча. Свеча – это образ молитвы. Образ молитвы. И она символизирует собой тоже молитву. И мы берем свечу для того, чтобы дома молиться. И если человек, ну, у него нет каких-то таких вот позывов к тому, чтобы как-то особо помолиться, у него все идет в рабочем порядке в жизни, то эту свечу же никто не запрещает зажигать, когда вы становитесь просто на молитву дома. Если вы становитесь на молитву дома, зажигайте свечу и совершайте вашу домашнюю молитву. Зажигайте свечу, когда вы читаете Священное Писание дома, открывая книги Священного Писания. Вот, ведь Священное Писание это тоже молитва. Вот, в Священном Писании Бог разговаривает с человеком. Если в нашей молитве мы разговариваем с Богом, мы Ему что-то говорим, о чем-то просим, за что-то благодарим, да, то уже через Священное Писание Бог хочет нам что-то сказать. Да, и мы должны слушать голос Божий через Священное Писание, уметь услышать голос Божий. И нам тоже ничего ведь не мешает, зажечь Свечу, да, для того, что, если же эта Свеча осталась, да, осталась, слава Богу, вот, пользуйтесь и дальше зажигайте и совершайте свою домашнюю молитву. Люди, которые ходят в церковь на этот праздник, они, как правило, покупают эту Свечу, приносят ее домой. что делать, если не возникало необходимости целый год зажигать и вот скоро будет новый праздник, что делать с прошлогодней Свечой и нужно ли покупать новую? Свеча это наша жертва, наша жертва Богу, то есть я что-то даю свое и взамен ничего не получаю. и когда я бескорыстно что-то делаю, приношу какую-то милостыню, то есть что-то от себя отрываю и даю это Богу, да, приношу это в жертву. Это моя вот Свеча, это есть такая вот наша малая жертва. И мы берем для того, чтобы не просто чтобы у нас была Свеча, да, мы должны себе давать отчет в том, что это не оберег никакой, что сама Свеча не может никак сберечь от человека например, чего-то дурного и плохого, да, если человек думает, что для этого Свеча. Свеча это образ молитвы, она символизирует собой тоже молитву, и мы берем Свечу для того, чтобы дома молиться, вот, и если человек, ну, у него нет каких-то таких вот позыв к тому, чтобы особо помолиться, у него все идет в рабочем порядке в жизни, то эту Свечу никто не запрещает зажигать, когда вы становитесь просто на молитву дома. Если вы становитесь на молитве дома, зажигайте Свечу и совершайте вашу домашнюю молитву. Зажигайте Свечу, когда вы читаете Священное Писание дома, открывая книги Священного Писания, вот, ведь Священное Писание это тоже молитва, вот, в Священном Писании Бог разговаривает с человеком. Если в нашей молитве мы разговариваем с Богом, мы Ему что-то говорим, о чем-то просим, за что-то благодарим, да, то уже через Священное Писание Бог хочет нам что-то сказать, да, и мы должны слушать голос Божий через Священное Писание, уметь услышать голос Божий, и нам тоже ничего ведь не мешает зажечь Свящу, да, вот, для того, что, если же эта Свяща осталась, да, ну, осталась, слава Богу, вот, пользуйтесь и дальше зажигайте и совершайте свою домашнюю молитву. В нашем городе с 1994 года выходит духовно-просветительская газета «Преображение». По благословению его Преосвященства епископа Слуцкого и Солигорского Антония. В газете вы можете почитать последние новости православной жизни. Оформить подписку на газету можно в любом почтовом отделении Беларуси. Подписной индекс 63 796. Цена на один месяц составляет меньше 1 рубля, а на полугодие около 5 рублей. Узнать новости можно и в группах социальных сетей. Это был проект Беседа Духовном и я его ведущая Екатерина Никитина. В наших выпусках мы затрагиваем проблемы духовной жизни, православные католические традиции и праздники, события современной христианской жизни нашего города. Оставляйте свои комментарии в группах в социальных сетях, предлагайте темы, которые интересны именно вам. А на этом у нас все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на канале Слуцк ТВ. Слуцк ТВ